МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативно сейчас все обращения отработаем, все записали, передадим коллегам в работу и вернемся с обратной связью к жителям. Какие вопросы задавали жители нового микрорайона на встрече с администрацией? Смотрите в сюжете. Мы разрабатываем проекты, и каждый проект, я с гордостью могу это сказать, будет реализован. В Люберцах отметили День добровольца Подмосковья. В забегах участвуем каждую субботу практически. В стилизованных проектах тоже участвуем. В округе провели стилизованный забег на 5 верст. А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей структурных подразделений. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Доклад от Карпова Константина Михайловича по вопросам работы ЖКХ. На территории городского округа Люберцы решением Министерства чистоты Московской области было принято решение об исключении многоквартирных домов из реестра лицензии управляющей компанией содействия. Учитывая приближение осенне-зимнего периода и холодов на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и руководству истребованию жилищного законодательства, нами были назначены временные управляющие компании. Временные управляющие компании назначены на срок не более года до момента определения жителями способа управления многоквартирным домом. Так, при назначении временных компаний мы руководствуемся территориальным признаком. В настоящий момент на территории поселка Октябрьский городского округа Люберцы временной управляющей компанией назначена компания «Альфа-Квартал». В Красково временной управляющей компанией назначена компания «Качественный сервис». И в Томилино управляющей компанией «Временная» — это УК «Соседи МКД». Я еще два слова добавлю руководителям новых управляющих компаний. Ну, Сергей Юрьевич, мы знаем, здесь как раз-таки человек себя проявил профессионалом и как работал в системе ЖКХ, так и остается. Никаких вопросов нет. Двух новых руководителей вижу впервые, поэтому просьба также максимально серьезно относиться, тем более в преддверии зимнего периода. Просьба настроиться на такой серьезный подход, чтобы жители видели улучшение с вашим приходом, чтобы оценили работу со знаком качества. Коллеги, следующий доклад о содержании уличной дорожной сети. Игнатов Иван Алексеевич, пожалуйста. Хотел бы рассказать о реализации крупного проекта в рамках развития дорожной инфраструктуры на территории городского округа Люберца. 16 октября при личном участии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева был осуществлен торжественный запуск движения по долгожданному участку трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы. Длина участка — 11 километров. В настоящее время мы видим, что он уже вывел транзит из поселков Октябрьский и Островцы, а еще и снизил нагрузку на Новоризанское шоссе. Теперь жители Люберец, Раменского, Воскресенска, Жуковского, Луховиц и Коломны смогут на полтора часа быстрее добираться до Москвы в период час пик. Следующий доклад о работе территориального управления Октябрьский и Томилина Самара Николай Николаевич. Как уже сказал только что Иван Алексеевич, 16 числа у нас произошло долгожданное действительно событие. Хотел бы от лица жителей поблагодарить за поддержку такого важного проекта. По обращению жителей на выездной администрации главе городского округа Владимиру Михайловичу Волкову удалось дополнить планы на этот год. Заасфальтировали две дороги в деревне Токарево. По итогам работы получили позитивную обратную связь. Данные маршруты очень востребованы. Ими пользуются взрослые дети, чтобы добраться до школы. Еженедельно на территории поселков проводятся рейды на предмет соблюдения миграционного законодательства. Данную работу проводим в тесном сотрудничестве с жителями поселка, представителями управляющих компаний и сотрудников правоохранительных органов. Следующий доклад Курчигина Ирина Валерьевна, блок экологии. Совместно с Управлением экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области проведено 72 контрольно-надзорных мероприятия, в результате которых рассчитан 6 фактов взыскания экологического вреда на общую сумму 275 миллионов рублей. Ликвидировано 26 источников выбросов в атмосферу. Проведен 41 выезд в мобильную лабораторию. Помимо размещения несанкционированных навалов мусора, промзона городского округа Люберца, мы продолжаем фиксировать незаконно установленные печи для сжигания отходов. В этом году зафиксировано и демонтировано 26 источников выбросов в атмосферу. У нас по повестке все вопросы. Коллеги, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. Идет строительство надземного пешеходного перехода на пересечении автомобильных дорог Москва-Егоревск, Тума, Касимов и Краскова, Коренева-Торбеева. Объект дорожной инфраструктуры возводят по многочисленным просьбам жителей городского округа Люберцы. На каком этапе сейчас работы и когда их планируют завершить, выясняла съемочная группа нашего телеканала. На этом участке дороги всегда интенсивное движение, как автомобилей, так и пешеходов. С одной стороны перекрестка большой жилой комплекс, а с другой ГСИ переход, ведущий к новой школе. Уже совсем скоро здесь станет безопаснее благодаря надземному пешеходному переходу. Его строительство началось в сентябре. Ход проводимых работ проинспектировал глава Люберец Владимир Волков. Конечно, здесь давно просился пешеходный переход. В этом году был рабочий выезд губернатора. Поднял этот вопрос. Андрей Юрьевич тут же поддержал. Были выделены средства, и сейчас подрядная организация ведет работы по переноске коммуникаций. Проект очень серьезный, так как и пешеходный переход достаточно такой инженерный. Из металлоконструкции состоит. Он достаточно такой симпатичный, остекленный. И его, конечно, ждут все. Сооружение будет состоять из трех основных частей. Пролетного строения и двух павильонов с лестницами и лифтами для маломобильных круп населения. Большая работа запланирована и вокруг объекта. Для удобства пешеходов дорожники построят новые тротуары. Нам очень важно, чтобы при выходе с этого пешеходного перехода на сторону КСЗ всем было комфортно дойти, в первую очередь детям, до школы, до садика. Для этого мы оборудуем дополнительно несколько тротуаров. Тротуары необходимы для безопасности детей. Поэтому все будет построено, сделано в соответствии со всеми требованиями. Завершить строительство надземного пешеходного перехода планируют в начале следующего года. Ориентировочно в конце февраля-начале марта. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛТВ. В Люберцах прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она состоялась в новом микрорайоне городского округа, жилом комплексе 1-й Лермонтовский. Луиза и Геозарян узнала, какие вопросы прозвучали на встрече. У нас вопрос по поводу начисления пени, чтобы нам объяснили, как начисляются пени и откуда они вообще взялись. Вопросы, связанные с ЖКХ, как всегда, в списке самых актуальных. В осенний период большая часть обращений посвящена уборке придомовых территорий, проезжих частей, ответок и листвы. Оперативно сейчас все обращения отработаем, все записали, передадим сейчас коллегам в работу и вернемся с обратной связью к жителям. На встрече с жителями представителей всех сверхжизнедеятельностей округа задать вопрос можно и лично главе. Одно из обращений, которое рассмотрел Владимир Волков, связано с благоустройством общественных пространств. Территория города – это общественная территория. Это территория не лично людей, которые решили в этом месте организовать какое-то свое общество. Территория должна пользоваться всеми жильцами. Никаких заборов вы не должны. В новом микрорайоне есть запрос на развитие социальной инфраструктуры. 2 сентября здесь открылось сразу два объекта. Школа на полторы тысячи мест и детский сад, рассчитанный на 170 малышей. В ЖК 1 Лермонтовский появится еще одно дошкольное учреждение на 560 мест. Оно станет самым большим в городском округе. Расчистка каскадного пруда на реке Кобыленка стала заключительным этапом благоустройства водоемов и прибрежных территорий в городском округе в этом году. Владимир Волков проинспектировал ход выполненных работ и пообщался с жителями. Подробнее у Богдана Колесникова. Еще в сентябре к Токаревскому пруду было невозможно подойти. Заросшие берега, цветущая вода и навалы сухих деревьев. Благодаря неравнодушным жителям и местным властям водоем получил вторую жизнь. Из водоема данного мы извлекли 46 покрышек, 270 кубических метров отходов. В большинстве случаев это древесные отходы. Сделали нам вид прекрасный. Такого даже не помним, чтобы это было. Теперь, значит, будем обязательно следить за чистотой, будем поддерживать эту чистоту. Пруд богат не только растительностью. Разнообразен и его животный мир. Здесь обитают более 10 видов рыб, черепахи, бобры. А теперь справит новоселье семейство нутрий. Зимой грызунам трудно добывать еду самостоятельно. Вся надежда на людей. Нужно кормить овощами, можно принести хлеб, сухарики. Главное, чтобы нутри знали в одном месте, где их кормят. Ну вот, домик утеплять сеном. Домик уже подготовлен. Нутри – это не бобры. Они не могут себе сделать плотину и в ней жить. Поэтому, конечно, от человека помощь им нужна. Чтобы они остались, прижились и никуда не ушли. Нутрии всеядны. Но кошачьи и собачьи корма, мясо и кости навредят их здоровью. А ещё зверьки очень доверчивы. Их нужно оберегать от собак. В остальном, комфортные условия для жизни и развития популяции грызунов уже созданы. В прошлом году здесь первый водоём был очищен. И мы запустили программу по городскому округу очистки водоёмов, рек, ручьёв. Те, которые заросли с годами, замусорены. Сейчас это очень красивое место. Жители восприняли очень позитивно. Сегодня собрались. Даже такой небольшой дворовый праздник устроили на берегу. Только с начала весны в городском округе Люберцы расчистили 12 водных объектов. В следующем году работы будут продолжены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев и Артём Морозов. Телеканал ЛТВ. После масштабной реконструкции парк «Лесная пушка» стал излюбленным местом для отдыха и занятий спортом. О подготовке рекреационной зоны к зиме и об изменениях, которые жители увидят уже в следующем году, узнали мои коллеги. Добрый. Как настроение? Ждём среднего настроения. Спортом занимаетесь? Да, вот идём. Как условия для спорта? Очень хорошо. Спасибо. Лучше стало. Всё нравится. В ходе глобальной перезагрузки лесопарковой зоны в прошлом году здесь создали новую дорожно-тропиночную сеть, площадки, установили большой спортивный игровой комплекс. Уже весной лесную опушку ждёт второй этап благоустройства. Главная аллея парка от улицы 60 лет Победы до Латкаринского шоссе протяжённостью более трёх километров преобразится. На следующий год мы сделаем примыкания все, также продолжим пешеходную часть, обязательно оборудуем освещением, лавками, мафами, видеонаблюдением. Также мы обязательно сюда встроим новые павильоны для проката инвентаря, лыжи, велосипеды, ролики. Всё это будет продолжено. Для содержания территории в зимний период условия уже подготовлены. В первую очередь будут расчищать входные группы и дорожки, затем детские и спортивные площадки, пространство около скамеек, урн и других объектов парка. Трактора, зимнее, всё оборудование будет располагаться на хозяйственном дворе. По просьбе жителей установили знаки пешеходной зоны, также знаки велодорожки. Установлены также знаки пешеходной зоны для того, чтобы на территорию парка не заезжала у нас мототехника. Знаки у нас установлены со всех входов в парке. В парке «Лесная пушка» созданы комфортные условия для прогулок и занятий спортом в любое время года. Изменения одно, сезонные. Велосипедный маршрут зимой превратится в лыжную трассу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Качество еды в школьной столовой под пристальным контролем родителей и властей. На одной из проверок, которую провели в новом корпусе 56-й гимназии, работали мои коллеги. Ну что, ребят, вкусно сегодня, завтра? Что вы хочешь в добавке? Для школьников предусмотрено 10-дневное цикличное меню, которое разработано с учётом требуемой калорийности суточного рациона. На столе овсяная каша, бутерброд с сыром, яблоко и кофейный напиток из цикория с молоком. Завтрак сытный, полезный и сбалансированный. После завтрака ребята подходят и спрашивают, что будет на обед. На обед у нас сегодня свекла отварная с чесноком, суп рыбный, гуляш и макароны отварные и компотик. Для нас, для поваров самое главное, чтобы было очень вкусно, чтобы деткам понравилось, так как мы стараемся, чтобы нас хвалили. А лучшая похвала – это довольные лица ребят, которые оставляют после себя пустые тарелки, и их слова благодарности. Каша очень вкусная, особенно с бутербродом. И мы так наедаемся, что даже до обеда хватает. По словам родителей гимназистов, блюда подаются по утвержденному меню. А рацион школьного питания соответствует требованиям, которые предъявляются к приготовлению завтраков и обедов для детей. У меня учится Аришка, она учится в 7 классе, душой приготовлена. Я уверена, что можно дома больше не готовить, пускай кушают в школе. Действительно, все соответствует качеству, все на высшем уровне. У меня ребенок учится во втором классе, Алина. Каждый раз очень довольна. Я сегодня тоже попробовала. Каша, как в детстве. Какао – это просто вообще восторг, как в детстве. Я тоже за ребенка спокойна, что он сыт и доволен. Что детям больше нравится, интересно узнать. Всегда нам спросил, что любят больше всего. Это борщ, это пельмени. Качество питания очень важно для нас и для детей. Все здесь на самом высоком уровне. И оборудование, и персонал, и отклики от родителей, и от детей. Это очень приятно. Проект «Родительский контроль» стартовал в школах Подмосковья 4 года назад. По согласованию с классным руководителем, мамы и папы могут прийти в общеобразовательные учреждения, где учится их ребенок, и оценить качество питания, а также высказать свои предложения и замечания. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛТВ. Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях теперь находится по новому адресу. Специалисты переехали в более просторное помещение. Участники ДТП смогут ожидать оформления документов в более комфортных условиях. На торжественном открытии центра побывала съемочная группа нашего телеканала. Дорожные правила ты изучай, и на дороге их применяй. Тогда и жизнь свою сохранишь, и под машину не угодишь. А еще не угодишь в Центр помощи при ДТП. Но если происшествие все-таки случилось, то разрешить все вопросы можно в кратчайшие сроки. Это и есть главная миссия проекта, разработанного Союзом безопасности дорожного движения Московской области. Этот центр был открыт, отремонтирован, задуман и реализован в кратчайшие сроки, за что спасибо всем строителям, которые принимали в этом участие. Самое главное, что для наших автомобилистов и для тех, кто попадает в сложную дорожную ситуацию, здесь будут решаться как раз самые насущные проблемы. Удобное место, месторасположение, центральная часть города. Хотел бы поздравить всех жителей городского округа, всех гостей округа, которые будут попадать в неприятные ситуации с открытием этого центра. Пожелать также безопасных дорог, чтобы поменьше происходили неприятности на дороге. Ну и всех еще раз нацеливаю на соблюдение правил дорожного движения. В центре можно получить помощь в оформлении ДТП по Европротоколу. А в случае разногласий к работе подключаются сотрудники госавтоинспекции. Они находятся здесь постоянно. По 112 участников дорожного движения получают соответствующую информацию. Оператор узнает обстоятельства, подсказывает, как поступить с учетом характера повреждений, места положения. То есть то ли участники ДТП оформляют это на месте, то ли они едут в центр. Такая организация процесса происходит на протяжении круглых суток. То есть комфорт в решении этого вопроса и алгоритм, он работает исправно на протяжении многих лет. Центр помощи при ДТП работает каждый день с 8 утра до 8 вечера. Он расположен на противотделении почты по адресу Октябрьский проспект, 91. Более 180 обманутых дольщиков жилого комплекса «Тамилина» смогли получить ключи от квартир только спустя 8 лет после покупки. Почему застройщик не справился со своими обязательствами вовремя и какие условия сейчас созданы в микрорайоне, расскажут мои коллеги. Давай вместе прочтем. Время для счастья. Сейчас. Место для счастья. Молодец. Дай пять. Семья Нутфулиных смогла переехать в свою долгожданную квартиру только полтора года назад, хотя купили ее еще в 2016-м. Застройщик, обещавший возвести 46 домов и объекты социальной инфраструктуры, сдал только три корпуса и обанкротился. Правительству Московской области и администрации Люберец удалось найти другого инвестора. И жилье для обманутых дольщиков было построено. Спасибо большое команде губернатора Андрею Юрьевичу, что так оперативно нам нашли инвестора. Пока ждали квартиру, у нас родился еще младший ребенок Ярослав. Старшая дочка уже живет отдельно, уже большая, выросла. А у Ярослава и Валерии в новой квартире есть личное пространство и для игр, и для подготовки к урокам. Лера учится в шестом классе, а Ярик в следующем году только пойдет в школу. Семья дружная. Друг другу помогают, досуг проводят вместе. Лера несколько лет занимается боксом, а Ярослав играет в хоккей. Чтобы быть в форме, обычных тренировок не хватает. И семья выходит во двор, где созданы условия для занятий спортом. Вышли из подъезда, вот у нас наш третий подъезд, и сразу турники, качели, горки, лавочки для отдыха. Летом мы классно на роликах катаемся, покрытие тоже удобное для этого. Все зелено, красиво, часть зелени. Мы с жильцами сами рассаживали, под себя облагораживаем. Плюс обещают нам в шаговой доступности школу и детский садик. Детский сад на 285 мест откроют уже в следующем году. А 1 сентября 26-го 1100 учеников примет новая школа. Всего в жилом комплексе Томилино планируют построить 4 садика, 2 школы и поликлинику. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ. Отправился с фронта в Люберецкий ЗАГС. Участник специальной военной операции Олег Комогоров получил отпуск на собственную свадьбу. Предложение руки и сердца своей возлюбленной боец сделал из зоны проведения спецоперации. На росписи молодоженов побывала съемочная группа нашего телеканала. В торжественной обстановке и в кругу самых близких к этому дню Олег и Дарья шли долгих 7 лет. Именно столько прошло с момента их первой встречи. Увидели друг друга в магазине велосипедов. Она любитель езды на двухколесном транспорте, он продавец спортинвентаря. Так и познакомились и больше не расставались. Разлука произошла лишь полгода назад, когда Олег отправился в зону СВО. Был я сначала в Бахмуте, прошел очень хорошую школу, так скажем, фундамент. А потом поехали мы на Маринку, произошла ротация войск. Попал в госпиталь во время того, как брали Маринку, Георгиевку. Были штурмовые действия и так получилось, что взорвался снаряд очень близко. И получил я три ранения во время этого. За три дня до ранения Олег сделал предложение своей девушке. Дарья получила неожиданное уведомление на портале госуслуги. Я появился такой прям хороший порыв, да, это сделать. Было принято решение. Супруга молодец, да, все организовала в мое отсутствие. Я только вчера прибыл. Мы уже думали об этом, просто мы как-то все не решали, все не подходили как-то. А тут не знаю, с вами. Есть у меня замечательные знакомые ребята, которые возят гуманитарную помощь. Вот. Я с ними связывался ранее, но так получилось, что я вот оказался в госпитале. И так получилось, что они как раз находятся в это время там. А у меня начинается отпуск. И это прям вообще было здорово. Они меня часа три дожидались, мы одной подписи, но все-таки мы убыли. Да, если бы ребята из гуманитарки нам не помогли, действительно, прибыл бы он только сегодня. Вот прям к торжественной части. Ну да, на самом деле огромная помощь. Да, ребятам спасибо. Из зоны спецоперации Олег вернулся не один. В Маринке он нашел кошку. Назвал Петровкой в честь названия района в Донецкой области. 12 ноября боец снова отправится на передовую. Говорит, что статус семьянина придает ему силы и надежду на лучшее. Чтобы можно было уже пожелать, наверное, уже пожелала. На самом деле перед поездкой, когда мы его певый раз отправляли. Поэтому, не знаю, осторожнее быть, аккуратнее. Больше нечего желать. Прямо молодец, надежный. Луиса и Геосариан Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. В школе номер 52 состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам страны. Церемония сопровождалась патриотическим мероприятием, во время которого звучали гимны России, а также стихи и песни о любви к родине. Дети, которым исполнилось 14 лет, получили свой первый главный документ из рук главы городского округа Люберцы Владимира Волкова. Вместе с паспортом он вручил юношам и девушкам экземпляр Конституции и поздравительное письмо. Сегодня очень для вас знаменательный день. Он запомнится точкой вашей жизни. Она вся еще впереди. Я бы думал, что вы уже взрослые люди. На самом деле, конечно же, это первый шаг в взрослую жизнь, но очень серьезный. Паспорт открывает новой диверии. Конечно же, это документ главный в вашей жизни, который позволит в личном плане сделать такое достаточно серьезное развитие. Но и не забывайте, что это в первую очередь ответственность. Ставьте перед собой самую амбициозную задачу. Идите вперед с высоко поднимкой головой, и у вас все получится. В торжественной обстановке паспорта получили 15 детей, которые принимают активное участие в жизни школы и городского округа, добиваются успехов в учебе, спорте и искусстве. 29 октября в Московской области отметили День добровольца. Этот праздник ввели весной 2020 года, когда в разгар пандемии тысячи жителей региона по зову своего сердца стали оказывать помощь тем, кому она была крайне необходима. В городском округе Люберцы чествовали опытных волонтеров и торжественно принимали в ряды добровольцев новых людей. Как это было, покажем в следующем сюжете. В зале Дворца культуры собралась лишь маленькая часть большого волонтерского сообщества. Сегодня в городском округе около 3700 жителей состоят в рядах регионального движения. По количеству добровольцев Люберцы входят в пятерку лидеров в Подмосковье. На данный момент и благотворительные фонды, и общественные организации НКО, и даже бойцы СВО, вернувшиеся у нас из-за ленточки, также вступают в ряды добровольцев и помогают, участвуют во многих мероприятиях. Это и социальные, и событийные истории, истории про экологию и патриотику. Это то, что формирует наше гражданское ответственное общество и нужно подрастающему поколению. На главной сцене округа чествовали юноши и девушек, которые наиболее активно вовлечены в волонтерскую деятельность. Школьникам и студентам в торжественной обстановке вручили благодарственные письма главы Люберец, а затем пригласили занять места в качестве спикеров и рассказать о своем добровольческом опыте. Мы разрабатывали проекты, и каждый проект, я с гордостью могу это сказать, был реализован. Мы реализовывали большой волонтерский форум, День молодежи. Мы множество проектов реализовали, которые были разработаны такими же учениками, как и мы, различных школ. Это были правы незабываемые. После того, как спикеры ответили на все вопросы, состоялась вторая торжественная часть праздника. 300 человек получили волонтерские книжки и пополнили ряды добровольческого движения Люберец. Оказаться на их месте может каждый, кто считает своим призванием помогать другим. В рамках реализации федерального образовательного проекта «Школа молодого политика» молодогвардейцы «Единой России» провели в Люберцах добровольческий форум. Он объединил более сотни людей. Подробнее расскажет Богдан Колесников. В той зарплате, которая вас официально трудоустраивает работодатель, вам предполагается еще финансовая поддержка ежемесячно. Соответственно, всегда идет официальное трудоустройство. Профориентация и трудоустройство старшеклассников. Консультанты регионального центра занятости рассказали о востребованных специальностях и на каких предприятиях округа подростки могут получить профессиональные навыки и трудовую адаптацию. Большой интерес у ребят возраста от 14 лет. Все уже желают и поработать, и, соответственно, приобрести какие-то определенные навыки. Поэтому сегодня мы рассказываем по временному трудоустройству несовершеннолетних, как правильно разместить свое резюме на портале работы в России и как правильно подать заявление. Ребята могут себя реализовать в любом направлении, главное было бы желание. Участники школы молодого политика задавали вопросы главе-люберец Владимиру Волкову, депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско и руководству местного отделения «Единой России». Главная тема дискуссии – волонтерство. Волонтер – это всегда открытое сердце, это не безразличие, это всегда готовность прийти к своему ближнему на выручку, помочь человеку, который в сложной жизненной ситуации. У каждого человека в голове всегда существуют какие-то свои барьеры, и важно их научиться преодолевать. Вот волонтерство, оно как раз позволяет преодолевать эти трудные для себя какие-то шаги и двигаться дальше. Поэтому будьте активны всегда. Говорили о развитии трудовых отрядов, где молодые люди развивают социальные навыки, участвуют в добровольческих и патриотических проектах. О задачах, которые стоят перед парламентариями и как стать депутатом, рассказал Дмитрий Дениско. Самое главное для депутата – это знать, кому позвонить в администрации, чтобы решили все проблемы жителей. Можете поработать помощником у депутата, посмотрите, что это такое, и если вам это понравится, вы сможете потом и в дальнейшем баллотироваться. Если вас поддержит житель, если вы почувствуете все силы помогать этим жителям, то и у вас всё получится. Георгий Федотов к волонтёрскому движению присоединился четыре года назад. Сегодня он получает награду. В семье так научили. Да и в принципе, я сам себе такой человек, который сделает всё возможное, чтобы помочь людям, сделать добро. Помогаем, в общем, пенсионерам, одиноким людям. Всегда готовы протянуть руку помощи, потому что не безразлично. Работа форума продолжилась по секциям. Молодёжь обучили базовым знаниям поведению политических компаний, созданию проектов, организации волонтёрской деятельности. У нас очень много ребят, которые хотят работать в сфере добровольства. Кто-то хочет открыть свою какую-то волонтёрскую организацию. Ребята узнают немножечко о работе с депутатским корпусом, как с ним можно взаимодействовать, какие, может быть, гранты получить, как правильно организовать мероприятия. Пополнить ряды молодой гвардии «Единой России» можно с 14 до 35 лет. Сейчас Люберецкое отделение МГЕР насчитывает более 300 человек. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛТВ. В Люберцах прошёл траурный митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий. Почтить память пострадавших от сталинского террора собрались ветераны, школьники, представители администрации, депутаты. «Подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, в одни лихолетия безвину убиенным, страдания и стязания претерпевшим, в изгнании и заключении горькую сметь приемшим, их же именно Ты сам, Господи, знаешь, и сотворим вечную память». За упокойную литию в память о жертвах политических репрессий совершили у памятника на Октябрьском проспекте. У его подножья камень, привезённый в Люберцы с Соловецких островов. Точное количество заключённых, отправленных на Соловки в период с 1923 по 1939 год, неизвестно. Оценки варьируются от десятков до сотен тысяч. Среди жертв массовых репрессий были и люберчане, учёные, учителя, врачи и представители духовенства. Сегодня в округе проживает 214 человек, чьих родных окрестили врагами народа. Боль, которая у нас осталась, это зияющая рана. А зияющая рана, она обостряется, и, наверное, она никогда не заживёт. Несмотря на то, что нас унижали, ущемляли во всех правах. Но мы не озлобились. Что хочу пожелать нашим репрессированным? Первое самое, самое дорогое у человека – это здоровье им. В 2014 году в посёлке Красково была создана православная театральная студия «Преображение». Десятилетний юбилей её руководитель и воспитанник отметили премьерным показом спектакля «За кулисами истории», который состоит из отрывков лучших постановок студии. На праздники побывала Луиза Ягиозарян. В Красковском культурном центре полный зал. На сцене юные дарования, за плечами которых многочисленные победы в конкурсах и фестивалях. Сегодня театральную студию «Преображение» посещают около 30 человек. Это не только дети, но и взрослые, в том числе и родители воспитанников студии. У нас такой семейный театр, если так можно сказать. Ну вот, ставим по два спектакля в год. Это как традиционно новогодний спектакль, рождественский. И на Пасху делаем большой тоже пасхальный спектакль. С этого года мы разделили наш коллектив на две группы. Начало действовать детский коллектив, который называется «Ангелы сцены». Там детки прямо с пяти лет, с пяти до восьми. А старше уже там с восьми и до, не знаю, до восьмидесяти. Это уже наш вот основной коллектив театральной студии «Преображение». Студия «Преображение» мне досталась как бы по наследству после народного артиста хата имени Горького, Антона Владимировича Семенова. Ты воочию видишь, как и ты сам вместе с этими детьми, ребятами, преображаешься, даже молодеешь и становишься радостнее и чище. Я вот кроме радости, вот общения и вот сколько я сюда приезжаю и помогаю им в постановке спектаклей, я еду сюда с радостью. Православная театральная студия создана приходом Преображенского храма посёлка Красково. С десятилетним юбилеем руководителя творческой труппы поздравили представители администрации округа, а также Люберецкого благочиния. Студия «Преображение» внесла великий вклад на Люберецкой земле. Такой вклад, он, скажете, его не видно. Нет, его видно. Его не слышно, но в то время очень громко слышно. То, что вы делаете, это вкладывает душу и сердце ваше, и самое главное, о Господе. Общаясь и делая деятельные постановки, вы вкладываете свою душу и сердце в ребят. В репертуаре театральной студии «Преображение» более 15 постановок. Во время занятий участники получают навыки актёрского мастерства, сценической речи и вокала. В этом году за создание спектакля «Молодая гвардия» руководителю студии Екатерине Семёновой присуждена стипендия губернатора Московской области в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства». В Доме офицеров открылась международная выставка изобразительного искусства «Вечная женственность». На ней представлено 40 работ художников из России, Белоруссии, а также Великобритании и США. Главным требованием при отборе произведений было наличие духовного вектора в творчестве авторов. Концепция выставки представлена в различных жанрах и стилях. Всех этих художников объединяет то, что они вдохновляются общей темой. Это вечная женственность, это гармония мужского и женского начала, это любовь, красота, это материнство небесное и земное. Мы хотим показать нашим искусствам, что красота спасёт мир, что именно духовное искусство способно нести людям такие высокие ценности, которые помогают стать лучше. Выставка «Вечная женственность» – часть одноимённого арт-проекта. В Люберцах она проходит впервые. Прикоснуться к прекрасному жители городского округа могут до 25 ноября. Активисты местного отделения молодой гвардии «Единой России» второй год организуют в округе конкурс «Люберецкая краса». В отборочном этапе, который провели в культурном центре «Дом офицеров» – 20 люберчанок. Зачем и ради чего они идут на конкурс красоты, выяснял Богдан Колесников. Условия конкурса – участвуют незамужние и не имеющие детей девушки от 16 до 23 лет, которые учатся или живут в городском округе Люберцы. Бросить вызов соперницам, проявить талант и знания готова каждая. Всегда хотелось чего-то новое пробовать и решила попробовать поучаствовать в этом конкурсе, потому что хотелось как-то заявить о себе, показать, что я вообще, кто я. 13 число меня никак не смущает, тем более, что это любимое число моего папы, и я тоже считаю его своим счастливым. Не уверена в своих силах, я решила попробовать их все равно испытать, показать все, что я могу, все свои сильные стороны, и я надеюсь, что победа будет за мной. Если я что-то задумаю, то обязательно, несмотря на какие-то трудности, несмотря на преграды, обычно я всего этого добиваюсь. Конкурсные испытания продлятся месяц. В финал попадут 10 лучших, по мнению жюри девушек. Имя победительницы назовут 8 декабря. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ. В Центральном парке традиционный забег на пять верст посвятили Дню всех крутых. Конечно, праздник неофициальный, но для люберецких легкоатлетов долгожданный. Подробнее в нашем следующем сюжете. Каждую субботу около башни с часами собираются десятки людей, для которых бег на воздухе не только образ жизни, но и повод увидеться с друзьями. У каждого забега своя тематика. Сегодняшний возвращает в лихие 90-е. В забегах участвуем каждую субботу практически. В стилизованных проектах тоже участвуем. Вот такой тематический забег, День крутых, он седьмой раз уже проходит. Ностальгия, конечно, да. Очень позитивно. Сразу окунаешься в 90-е годы. Музыка 90-х. Очень круто. На участниках забега – клетчатые штаны, олимпийки, джинсы-варенки и яркие лосины. В таком прикиде молодежь 90-х демонстрировала дух свободы, бунтарства и самовыражения. Очень приятно, что каждым годом люди все больше и больше присоединяются к нашему такому необычному мероприятию. Откуда-то достают все новые и новые костюмы. Какие-то атрибуты появляются, прически, украшения и так далее. Очень здорово, что люди так присоединяются. И вот эта музыка нас тоже наталкивает на такую классную атмосферу. Три, два, один, старт! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях либо на нашем сайте ltv24.ru До свидания!